Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Однажды к Абе Иоанну Колову пришли братья. Иоанн Колов, кто не знает, один из аскетов известных святых, которые жили в Египте в 4 веке, в пустынях. И эти братья стали охуждать, укорять его, и говорили, что вот, ты чревоугодник. И он говорит, да, вы правы, помолитесь за меня. И они продолжали и говорили, ты блудник, ты сребролюбец. И в прочих страстях, грехах обвиняли его. Yet they still continue to accuse him, said that you are a lover of silver, you are the adulterer. И он со всем соглашался и признавал себя грешником. But he agreed to everything that they said and considered himself a sinner. И потом они говорят, и ты, Абба, говорят, еретик. And then they say, you, Абба, you are a heretic. Но с этим он не согласился и говорит, нет, здесь вы не правы. But with this, he said, no, you are not correct. И потом они стали спрашивать его, Абба, почему ты совсем соглашался со всеми остальными грехами, а когда мы назвали тебя еретиком, ты не согласился. И он сказал, что любой грех, в любом грехе, любой страсти, человек может покаяться и прийти к Богу. Но если человек является еретиком, что значит, что вера его повреждена, вера его не истинна. But if the person is heretic, then that means his faith is corrupt, and he cannot believe truly to God. Это преграждает ему доступ к Богу, независимо от того, каким бы по человеческим меркам добродетельным и святым он не был. И вот сегодня мы вспоминаем отцов шести вселенских соборов, которые собирались именно с этой целью определить и сохранить чистоту веры. Мы знаем, что всего соборов было семь, но празднование шести соборов было установлено именно на седьмом соборе, как подтверждение общецерковной их легитимности, их святости. И вот так же сегодня мы празднуем память святого равноапостленного Владимира, просветителя Руси. Также сегодня мы празднуем память святого Владимира, который освятил Руси. Который принес эту истинную веру православной церкви на Русь. И два эти праздника сегодня пересекаются, и очень интересная мысль, есть нечто, на что нам нужно обратить внимание особое. Когда мы с вами думаем о вере, мы очень часто впадаем в искушение обращать внимание на человека, на людей. Часто враг подбрасывает какие-то искушения, которые происходят в церкви, чтобы соблазнить людей, и чтобы они отошли от веры, отошли от церкви. Я даже знаю много случаев, когда люди, будучи в православной церкви, слышал такие истории. Они увидели какой-то соблазнительный момент в церкви, или священник не так себя повел, или епископ, и они оставляют церковь и уходят. Например, вот в протестантской церкви, несколько случаев таких я слышал, были в православной и ушли в протестантизм. Что-то им там соблазнились чем-то. И сегодня особенно нам надо быть осторожным. Из-за этой информационной ситуации, которая сейчас, сколько льется, может быть где-то и правды. Но в основном клеветы, неправды и на церковь, и в других областях. И не всему нужно верить, и не все воспринимать. И прежде всего помнить, что нам дано заповедь никого не судить. И особенно, когда дело касается нашей веры, мы не должны обращать внимание на людей. Потому что, если бы только на людей нужно было обращать внимание, то что бы мы могли подумать о вере? Что это за вера такая? Было 12 ближайших учеников у Христа, и один его предал, остальные 10 его оставили, один только остался. Что же это за вера такая? Что же это за вера такая? What kind of faith is this? Christ had 12 disciples, one betrayed him. The rest ran away at the time of temptation. Это вера такая, которая зиждется не на человеке, а зиждется на силе Божьей, на правде Божьей. This is the faith that is built up not on the strength of the people, but on the strength of the Lord. И вот вчера в одной из стихий мы пели, вспоминали о том, как на Первом Вселенском Соборе был осужден Арий. Арий, который был очень красноречивым человеком, у него был дар речи убедительный и красивый. И Арий, который по человеческим меркам был праведной святой жизни. И можно было бы почитать его святым. Но вот церковь осуждает его и предает анафеме. Но церковь осуждает его и предает анафеме. И предает анафеме. Кондем его к анафему. Не за какие-то телесные грехи или за какие-то страсти. Но за вопросах веры, что касается вопросов веры. И вопрос интересный очень был. Вопрос касался божества Господа нашего Иисуса Христа. Но не напрямую. Спор шел о том, как относиться к Богородице. И интересные параллели можно провести и в наше время. Потому что все, что сейчас происходит, все вот эти разные подходы к вере, это не новое. Это все уже было. То есть, те христиане, которые сегодня не почитают Богородицу, являясь в других деноминациях, в некотором смысле не напрямую, но это последователи того же ария. Потому что речь шла о том, чтобы были противники того, чтобы Богородицу, Марию, Матерь Божью, называть Богородицей. Из-за чего? Из-за того, что не до конца понимали еще, является ли Иисус Христос Богом. Да ладно, мы будем называть Его Сыном Божьим, действительно. Но не Богом. Но не Богом. Но не Богом. Поэтому мы и не можем назвать Богородицу, родившую Бога, само слово, да, Богородица. Это для ихнего слуха слишком было резко. Hence, we cannot call the mother of Jesus Theotokos, or one who gave birth to God. Так же, как и сегодня, это резко для многих ушей. Same as today, it's not acceptable among many Christians. И Ари предложил другой термин. И Айаз, he introduced a different terminology. Ну давайте, он говорит, примирим всех, не будем к этому относиться так скрупулезно. Давайте называть ее просто Христородица. И вот на Первом Вселенском Соборе рассматривался этот вопрос. И отцы пришли к выводу, что нужно определиться. В вопросах веры не может быть никаких компромиссов. And the father said that in matters of faith we need to have... It should not have any... The matters of faith should not have any confusion. Арий был осужден, несмотря на всю свою праведность. И частью нашей веры было определенно утверждено то, что Христос является Богом. И, следовательно, Святая Мария является Бог и Родицей. И сейчас мы знаем, люди есть очень много деноминаций, протестантских в основном, где Богородица не почитается. И если мы спрашиваем, почему вы не почитаете Матерь Божия? И если мы спрашиваем, почему вы не почитаете Матерь Божия? Вы не верите, что Христос является Богом? Нет, они говорят, мы вроде бы верим. То, что Христос, они говорят, верит, а то, что Богородица Мария родила Бога, они не верят. Они говорят, да, мы верим, что Христос является Богом, но мы не верим, что Матерь Божия. Где здесь логика? Где здесь логика? Если одно отбрасывается, а другое принимается, это говорит о том, что вера повреждена. Где-то враг успел проникнуть и повредить веру. Если они думают, что Мария – это простая обычная женщина, такая же, как все женщины на земле, и ничем от них не отличается. Это говорит о том, что не существует понимания того, что произошло в этот момент. Кого она родила? И как можно сравнить обычную женщину, рождающую человека? И как можно сравнить обычную женщину, рождающую человека, и Деву Марию, рождающую Бога, Создателя всего видимого и невидимого мира? И Деву Марию, которая дала родину Богу, Создателя земли и земли. Вот такие несостыковки, такие сложности в умах человека еще с самого начала церкви происходили и сейчас в большинстве случаев происходят. И вот мы имеем пример Ария в этом конкретном случае, вроде бы праведного человека, но в вере согрешившего. И мы имеем святого равноапостального князя Владимира, на которого многие враги церкви нападают и говорят, Но что же это за святой? Всю свою жизнь он был язычником, жил в грехах, в неправедной жизни. Так же, как на императора Константина нападали, в таком же духе. Но вот действительно, будучи язычником, будучи грешником, человек приходит к вере, и не просто приходит к истинной вере, но и приводит к вере весь народ. И поистине в этом случае слова Христа исполняются, что пришел он спасти не праведников, а грешников привести на покаяние. И так нам с вами надо быть очень-очень внимательными в вопросах веры. Не смотреть на людей, не смотреть на человеков, когда мы обсуждаем или ищем веру. Не смотреть на людей, когда мы искали веру. Нужно смотреть на учения, которую Церковь нам передала через эти сотни лет. И понимать эту миссию, которая возложена на каждого из нас, на каждого верующего. И понимать эту миссию, которая была дана нам, на каждого из нас. Знаете, как мы свечи зажигаем, одну от другой. Зажигается вера в нашем сердце, мы должны ее пронести и передать дальше, передать дальше следующим поколениям. Потому что в мире тьма сгущается все больше и больше. Но, как говорится, свет во тьме свете, и тьма не объяла его. И этот свет веры сохранится до конца времен. Молитвами святых отцев наших и святого родноапостольного князя Владимира, Господь да укрепит нашу веру. Именно для того, чтобы мы из грешников пришли в покаяние и вернулись к Богу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok